здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пименко сегодня у нас спортивный эфир он посвящен но на мой взгляд такому эксклюзивному если хотите виду спорта красивому тэквондо в общем обо всем мы поговорим по порядку тем более что сразу у нас присутствует целых два гостя гость и гостья и представляю вам с удовольствием это павел александрович ворсин руководитель центра спортивной подготовки торнадо тэквондо мфт правильно все на себя а также александра журова ну саша при всем своем замечательном юном возрасте тут такой список что до конца эфир наверно надо будет перечислять один из главных абсолютная чемпионка кубка европы среди детей 2019 года да правильно наверно вот потом многократная победительница кубка россии что уже само собой разумеющееся кажется вот и других многих соревнований ну первый вопрос конечно же мы тренеру адресуем так что саша пока подготовиться павел александрович вообще мне казалось что вот разновидности всевозможных силовых тренировок направлении там борьбы и тогда далее ну мода где-то там конец 80-х 90-х немножко до двухтысячных потом вроде бы как это дело стихло и все стало на нормальной рельсе кто хочет тот тем занимается вот почему вы занимаетесь тэквондо и какое место сейчас занимает тэквондо вот в истории конкретно городского округа люберцы сейчас смотрите тэквондо она не узконаправлено это широконаправленное боевое искусство нельзя сказать что это только спорт соответственно система подготовки спортсменов выстроена таким образом что мы можем ребят начинать тренировать уже в 35 лет а вот так вот конечно и выводим уже подводим их со временем к спорту высших достижений но вот сказать что мода пропала я бы так не сказал что она прошла мода на единоборство всегда остается тем более в наше не очень простое время детям это очень важно как девочкам так и мальчикам и последние тенденции такие что девочек стало намного больше приходить спорта именно в боевой мальчики перестали защищать девочек девочкам приходится самим добиваться своего я думаю что девочки они очень усердные трудолюбивые терпеливые и в момент когда наступает сложно когда какой-то первый этап тренировочный проходит когда все новое все интересное вот здесь девочки чуть более усидчивая ну и гибкость да вот это изначально заложено в женском организме саш мы так вот разговариваем с тренером как будто бы вас нет на самом деле вас кто привел то в тэквонду неужели сама захотела или папа сама захотела это когда было то первом классе в первом классе а как где-то на тренировке хотел сказать на репетиции почему на тренировке где-то побывала или куда-то сходила кто вообще ну это желание откуда появилась школе предложили нам на пробное занятие сходить я решила попробовать и так затянулась а как родители так этому отнеслись бабушки дедушки мама бабушка не хотели вообще чтобы я шла а чё говорили что не для девочки это да ты пойдешь на бабальные танцы какие-нибудь а как вы отстояли кто стал на вашу заказать сторону я сама я говорю просто что пойду что хочу заниматься мне это нравится на каком этапе они смирились ты теперь так как они уже относятся к этому сейчас мама тоже занимается со мной и брат тоже вот это интересно так как какой интересный поворот ну понятно что один из вопросов будет как вот вообще происходит вся история как он становится чемпионом чуть позже а пока павел александрович ну вот вы сказали что это не просто спорт но мы знаем да что это некая еще там духовная составляющая есть какая-то скажем умение собой договариваться со своим телом вот все-таки чего больше спорта или чего-то другого ну здесь так легко не ответить чего больше это все живет в комплексе вот мы стараемся ребят развивать не только по спортивной части но и духовное развитие то есть мы вкладываем где мы применяем навыки как мы их применяем можно ли их вообще применять но и в принципе занятия боевыми искусствами они конечно помогают нам в нужный момент собраться в нужный момент преодолеть себя это повседневной жизни необходимо это очень важно но вот такой вопрос я всегда хотел задать до людям которые занимаются но если так вот жизнь пройдет и и не придется нигде применить и защитить никого и на тебя никто не нападает но просто какой-то такой идеальное состояние что же делать тогда энергии энергии же существует заложено это уже ты знаешь все как просто ходить какие-то упражнения делать и все ну по большому счету абсолютно верно тот вариант когда ни разу жизни не пришлось применить навыки это самый идеальный вариант когда ты уверен в себе когда ты себя знаешь когда ты к этому готов лишний раз даже конфликтной ситуации ты будешь стараться наоборот от нее уйти вот и в любом случае мы же это делаем не для того чтобы все время медали выигрывать спорте не для того чтобы выйти кого-то побить кому-то нанести травму это первую очередь делается для спортсмена для себя самого занятия когда занимаешься уравновешенной полной сил полной энергии ты хочешь жить полной жизнью ну то есть и тело существует по другому саш вот скажите что вам так вандусь дают ну первый класс понятно еще маленькая девочка сейчас вы в каком уже восьмом восьмом уже да уже ну сколько лет прошло вот сравнивая себя с первоклассницы да что вам так ванду даю уверенность себе физическое развитие очень высокая например на физкультуре я делаю больше упражнений чем другие и вообще делать их спокойно не особо хорошего смысла не напрягаясь завидуют чуть-чуть но подождите а мальчишки же знаешь что вы как бы ну такая боевая дама они подходят то есть за косу вас уже так просто ты не вернешь да вот ну а вообще уважительно относятся почему потому что все таки одно мы понимаем что до для большинства населения такой мужской вид спорта а тут хотя мы знаем конечно женщины сейчас везде присутствует практически даже у нас и женский футбол там развивается активно хотя он по-прежнему еще чемпионат мира был мало его смотрели не такая как мужской но все впереди вот как ваше окружение относится к тому что вы они как вас обходят или боятся лишний расстроена нет спокойно и общаемся разговариваем ага еще покажи нам что нет какое-то упражнение но раньше говорили сейчас уже нет яс уже нет а есть какие-то такие упражнения которые вы можете показать мне ну не нанеся никакого там я не знаю вреда просто как какие-то движения мы опять же все по фильмам там научены конечно из да вот нравится да очень то есть можно такие показательные выступления сделать да а вы вот сейчас сами приходите может быть каким-нибудь первоклассником или вообще как идет реклама в хорошем смысле слова тэквондо выходите там входит взрослый состав скажем преподавательский либо вы вместе с учениками ходите да всегда по-разному стараемся учениками ходить но опять же у ребят много тренировок много учебы не всегда мы их можем задействовать так чтобы не было потерь вот в основном сами проходим в начале года по классам с агитацией то есть рассказываем про наш вид спорта объясняем что ничего супер страшного нету что мы вас будем аккуратно подводить аккуратно готовить а что рассказывать вот я вот например сижу в школе да вот вы приходите говорите для чего это для каких целей обычно стараемся хочу футбол заниматься переведите меня что условного меня что иди к нам в тэнканду будет круто но так чтобы вас отговаривать от футбола это будет немножко неправильно если человек хочет спортом заниматься почему бы нет я могу при общении рассказать наши плюсы а так чтобы ставить как противобосную сторону ни в коем случае опять же человеку может не подойти почему бы не попробовать чем-то себя другом как много приходит людей после таких визитов детишек то ну одна-две группы мы наполняем а вот так а сколько много человек от 10 до 20 до 10 до 20 но тут прям целый класс такой уже можно си 20 человек вот саш скажите первая медаль вот вы принесли медали они же не просто так у нас лежат так скромно в уголке первая медаль то когда была заработана при каких обстоятельствах первом классе на таких маленьких клубных соревнованиях и выступала по дисциплине туль на 1 это что за дисциплина такая что какая там задача стоит комплексы движений удары разные блоки стойки в которых важна концентрация и конечное положение но это вместе с соперником или сам до соперником а его время вот этого вот выступление считывается да насколько эти все были правильно выполнены все элементы а кто оценивает как кстати судейская коллегия вот ну а понимаю что если нам и не говорим сейчас о спорте высших достижений потому что тут же психологический такой момент ну да что-то ребенок там не доделать уж не обидеть и так далее кто эти люди но к сожалению такого момента уже на соревнованиях не может быть демо оценивать по взрослому все по-настоящему все по-взрослому в судейскую коллегию входят люди которые годами этому учатся проходят ежегодно семинары по два по три семинара в год и судейская коллегия россии уже направляет судей на определенные соревнования в судействе мы уверены полностью ну да потому что тут наверное немножко нету до такого подхода что кто-то думает так а кто-то так то есть это все видно нет очень хорошо все было расписано но в любом случае с трибуны с трибуны за счет эмоций за счет удаления может казаться немножко по-другому когда ты в двух метрах от спортсменов то эти ошибки все видишь конечно самое главное что сам спортсмен понимает да когда он совершал ошибку вот что вы за медали принесли расскажите нам покажите нам что интересно же посмотреть набор недавно ездили в узбекистан на кубок азии так международный турнир и я там выступала по четырем дисциплинам и по всем четырем привезли да я выступала туль личный личный спарринг командный туль и командный спарринг так и в итоге я смотрю вас три одинакового отлива это какие медали три золотые это личный туль личный спарринг и командный туль и командный спарринг бронза не хватило на что же там с командным спаррингом произошло кто виноват Ну, чуть-чуть не добрали. Не добрали? Да. А можно посмотреть вообще как раздевать? Давайте мы покажем. Можно, да, показать? Вот, с одного соревнования человек привёз сразу вот таких замечательных четыре медали. Ну, одна даже, ну, в принципе, тут же даже не сам уже отлив важен, а само понятие медали. Вот, это только с одного. А вообще у вас много медалей уже всяких разных грамот, медалей, дипломов? Да. Где храните? Мама хранит или кто? Дома на медальнице. На чём? Медальница. А что такое медальница? Ну, такая полочка, в которой вешаются медали. Ух ты, видите, есть, оказывается, такая полочка. У меня нету. У меня одна-единственная медаль после школы, и всё, 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 весь медальный фон. Павел Александрович, вот Саша, первый класс, да, восьмой класс, медали ездит. Ведь мой ребёнок может прийти, ну, что-то ему не понравилось, ну, на первом классе, да, и уйти. Как вот вы заинтересовываете, как происходит процесс, ну, посвящения, да, в этот стиль. И когда вы понимаете, что всё, ребёнок с нами, теперь мы можем говорить на одном языке и просто добиваться успеха. Ну, смотрите, здесь какая ситуация, что ребёнок, когда приходит в незнакомое место, он в любом случае в дискомфортной обстановке находится. Если мы на него сразу перчатки одеваем, шлем одеваем, отправляем в бой, конечно, ребёнок пойдёт, и, скорее всего, он в спорт вообще больше никогда не вернётся. То есть система в тэквондо МФТ выстроена таким образом, что до 10 лет мы их тренируем как раз по комплексам туль. Это координация дыхания, координация силы, да, и ребята подходят без психологической травмы к спаррингам. То есть они сами рвутся на спарринг. Тренер, когда же ты быстрее на нас перчатки оденешь? А, да, 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 мотивация. Ну, соответственно, в младшем возрасте тренировочный процесс строится через игры, через специальную физическую подготовку, гибкость, дыхание. И спортсмен к 10 годам, как правило, уже полностью готов психологически к тому, чтобы начать поединки. Это очень похоже как в фильмах, да, когда какой-то там спортсмен, неважно сейчас какого стиля, когда вот где-то кого-то обидели, он уезжает куда-нибудь далеко-далеко, где-нибудь в деревню и долго-долго тренируется. Рядом с ним какой-то старенький дедушка, который тренирует его, и потом наш герой идет, наказывает всех плохих людей. Примерно так это, наверное, можно перевести. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях представители Тейквондо МФТ. Это Павел Александрович Ворсин, руководитель Центра спортивной подготовки «Торнадо». Он находится у нас где? Еще раз. Основной зал у нас находится на Побратимов 30-я, и также еще два филиала открыты в Люберцах. Это в 4-м лицее на Кирова 47, и Рэфитнес – это Комсомольская 12. Такой Тейквондо Люберцы. Вот. И Александра Журова, абсолютный чемпион Кубка Европы, многократная победительница Кубка России и других соревнований. И совсем недавно, которая привезла с собой целый комплект медалей, что медальница уже, наверное, переполнена там у вас. Сейчас сделаем небольшую паузу, а потом вернемся в студию. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня говорим о Тейквондо МФТ. Павел Александрович Ворсин, руководитель Центра спортивной подготовки «Торнадо» городского круга Люберца. Здесь присутствует и Александр Журова, абсолютный чемпион Кубка Европы. И также многократная участница, и победительница, и медалистка самых разных соревнований. Саша, скажите, а у вас вообще соревнований много? Вот как вы неделю тренируетесь, потом соревнования, или раз в месяц бывают соревнования? Как происходит? Примерно раз в месяц, через две недели, может быть. Куда-то ездите, да? Или здесь что-то проходит? И ездим, и поблизости проходят соревнования. Подготовка к соревнованиям, вот как есть какой-то трепет, да, вот вдруг не получится ничего. И что главное? Ладно, там не получится, это полубеды. Это будет проблема, потому что вы как-то тренера своего подставите, либо с собой будет разговор серьезный, если не получится выполнить всю поставленную задачу? Ну, очень переживаю сильно перед соревнованиями. И, конечно, потом расстраиваюсь, но надо потом идти дальше. Ну, может, это и команду, раз, и собрались, и все, дальше идти. Готовиться к следующим соревнованиям. А победа когда? Как радуются дети? Спокойно? Ну, просто как футболисты мы сейчас видим, что такое ощущение, минут 10 они там друг на друга прыгают, радуются, а потом выясняется, что гол не засчитали. Такое тоже бывает. А как радуетесь вы? Ну, конечно, радуюсь. Можно чуть-чуть порадоваться и потом идти поддерживать своих друзей, также из других клубов, а на следующий день опять готовиться к другим соревнованиям. Понятно. Павел Александрович, вот эта же культура, я так понимаю, тут можно такое слово применить, отношение вообще к соревнованию. Ну, есть бокс, да, тоже там куча всевозможных федераций, разные подходы. Есть такие вокруг бокса всякие истории, больше похожие на шоу, да, чем на соревнования. А вот культура-то и квандо. Вот вы сказали, что там заложено много воспитания, и поведение на, скажем, на публике ведь тоже, наверное, заложено. То есть это такой вид, даже не спорт, наверное, а вид существования. Даже радоваться нужно четко со своим организмом договориться. Там все время надо с организмом договориться, это так? Абсолютно верно. То есть постоянный контроль над собой, постоянное самосовершенствование. А можно все время себя контролировать? Ну, прямо на 100% я боюсь, что это не получится, но надо стараться к этому стремиться. Вот вы сказали дыхание, потому что, например, там в артистической жизни тоже есть, да, и там в певческой есть система дыхания, ну, любой спортсмен, да, тоже дыхание, потому что это позволяет плюс движения. Потом мы, опять же, научены всякими всевозможными историями, вот, ну, разный, там, карате, дзюдо, да, и так далее. Вот. И все-таки элемент воспитания. Что еще? Читается какая-то литература, смотрятся какие-то фильмы, какие-то определенные занятия еще проводятся, или только вот силовая подготовка? Ну, прямо так, чтобы фильмы смотреть и литературу читать, да, это есть на сборах. Мы выезжаем два раза в год на сборы, обязательно со сборной России выезжаем в Тамбов, потому что там базируется, ну, главный тренер сборной России у нас с Тамбова, приглашает, мы приезжаем, стараемся тренироваться там. В вечерней программе есть, когда ребята уже разгружены от тренировок, и фильмы посмотреть, но больше используется как некое эмоциональное расслабление после нагруженности. Вот. А именно воспитание спортсмена идет сквозь тренировки. На тренировках, на соревнованиях, подход, общение после соревнований, до соревнований. Если мы обратимся к футболистам, да, вот как вы сказали, по 10 минут прыгают, радуются. Мы тоже хотим бы и попрыгать. Очень хочется порадоваться, когда выиграл. Но есть напротив соперник, который в этот момент расстроен. И здесь строгий момент, на площадке мы должны себя контролировать. Как только мы с нее вышли, мы можем немножко порадоваться. А, то есть это такая, ну, опять же, культура такая, что надо... Элемент уважения к сопернику, к судьям, ко всем. Но мы же победили. Все верно. То есть нельзя, то есть так как бы раз, и так спокойно, все, сейчас... Улыбнулись, обрадовались, собрались, вышли. С площадки с Даянга. Потом уже, конечно, к родителям обниматься, радоваться. И до следующего боя надо успеть это в себе перебороть, переключить картину на следующее движение, на будущее. Саша, а вам бывает жалко своего соперника, который проиграл? Ну, да, в какой-то степени. Ведь кто-то один должен проиграть. На его месте могли бы быть вы, например, да? Да. Вот. То есть нету... Тут вот такой важный момент. Ведь любое единоборство, ну, как нам кажется, людям, кто в этом не участвует, она все-таки культивирует какую-то агрессию. То есть вы же должны выиграть, то есть вы должны быть немножко подинамичнее и... Ну, я не знаю, есть такое понятие, там, добрая агрессия или какая-то другая. Все равно же надо быть для победы, вы же не можете уступать. Вот где разница между добром и злом, если, например, не дай бог, да, придется применить эту историю в реальной жизни, как сделать так, чтобы человека остановить, но в то же время его, ну, не сломать его окончательно. Что это за техника, как можно ее объяснить? Ну, на соревнованиях, если то, победа, она не только за счет агрессии и силы, а также за счет техники. То есть правильная техника, а в жизни как? Да, в жизни нужно стараться все-таки договариваться словами и... Не надо ко мне подходить, потому что потом будем вызывать скорую помощь, правильно? Не надо подходить. Да нет, ну, приводить какие-то аргументы и решать спор. А еще такой вопрос, Саш, о кино. Вот мы же всегда, знаете, как вот врачи, приглашаешь, спрашиваешь, они тихо смеются над всевозможными сериалами про медицину. А вы, вот там, где техника, в этой команде применяют, ну, или что-то подобное, да, это действительно более-менее похоже на правду или все это больше шоу, чем... Ну, конечно, это шоу, потому что... То есть вам смешно? Там все наработано. Это как у нас есть такая дисциплина, постановочный спарринг, традиционный спарринг. И это все тоже наработано, это красиво, эффектно. То есть как в фигурном катании показательное выступление, да, так сказать? Да. Кстати, по поводу выступлений. Кто зрители? Есть, ну, понятно, есть какие-то соревнования, но я так понимаю, что ведь если есть целая спортивная организация, целый центр, то, наверное, как-то родители хотят поучаствовать, ну, посмотреть, к чему мы там пришли, какие-то отчеты, да. Проводятся ли какие-то соревнования или показательные, опять же, выступления? Как вот эта жизнь идет? Или просто только соревнования, и вы приглашаете родителей, они принимают в этом участие? Мы на соревнования обязательно приглашаем родителей, ну, поддержка – это очень сильная для ребенка, это более привычная обстановка, особенно на начальном уровне. Вот. Отчеты, да, у нас президент Федерации Лаза Константинович Цилфидис очень трепетно, очень много времени уделяет Федерации. Поэтому мы всегда родителям предоставляем отчеты, как Федерация живет на российском уровне, на уровне региона. То есть вся информация открыта, и всегда это можно посмотреть, спросить, узнать. Понятно. Саша, а вот сейчас кто-то смотрит, какая-нибудь девочка или мальчик в первом классе, и чуть-чуть заинтересовались. Вот что должно быть прежде всего? Вы же уже прошли такой путь. Вот, скажем так, к кому можно сейчас задуматься над тем, чтобы прийти вот в этот центр? Всем. То есть рост играет роль, мы понимаем, что не играет. Есть низкие, есть высокие. Ну, вес в таком возрасте, он, понятно, может регулироваться, человек совсем другим станет. А поведение? Ведь поведение – это же тоже такая история, потому что если человек вспыльчивый, то в тэквондо и с ним надо долго, наверное, работать, чтобы его как-то, да? Вот вы вспыльчивые были в первом классе или нет? Нет. Очень стеснительные и, можно сказать, зажатые. И на людях… Ну, такая девочка такая, да? И поэтому мама с бабушкой, наверное, подумали, боже мой, какой тэквондо. Получается, да, Павел Александрович, что это такой, в общем-то, комплекс, можно сказать, был, да, который через тэквондо вылился в совсем другого человека. Правильно я понимаю? Ну, абсолютно верно. Ну, тэквондо, да и как, в принципе, единоборство, оно как раскрывает немного ребят с комплексами, зажатых, также и дает понять тем, кто более, ну, как это сказать, более шебутной, более активный, кто не контролирует себя немножечко, да, держать себя в руках. Ну, это сложнее, мне кажется, нет? И то, и то одинаково сложно, потому что каждая ситуация, она разбирается отдельно. Какой-то одной модели, поведения, работы с ребенком нет. Каждая из детей, личность, с каждым надо подходить отдельно, работать. Ну, потом я понимаю, что так вот, в такого вида борьбе, там же есть определенные законы, там нельзя, ну, как рамки какие-то, да, вот эта восточная культура, она еще позволяет сказать, что туда не ходить, какие-то движения делать, с кем-то нельзя спорить и так далее. Есть какие-то такие традиционные ограничения? Или это больше тоже из сказочного представления? Или такая реальность существует? Существует, потому что, правильно вы сказали, восточное направление, там очень много внимания уделяется уважению старшим, уважению всем окружающим и, опять же, уважением к самому себе. За счет этого, конечно, ребята меняются, меняются в лучшую сторону. Но здесь надо соблюдать тонкую грань. Восточная – это восточная, мы все-таки живем в России, немножко нужно адаптировать. Когда мы это даем. Саша, вот мы заканчиваем уже программу. Что бы вы пожелали тем ребятам, которые, ну, хотят попробовать прийти? Вот с каким надо настроением идти? Что надо ждать от этого? Главное – хотеть работать постоянно. Тренировать себя? Тренироваться, да. То есть не только приходить, но и самому дома, да, самой? Ну, дома тоже нужно работать над собой, если хотите, чтобы это уже был высокий уровень. А вы пойдете дальше потом? Конечно. Пойдете, да? Тем более медальный зачет уже какой-то у нас есть, впереди еще много. Павел Александрович, ну, теперь вам слово, пожалуйста. У нас есть возможность обратиться ко всем тем, кто… Ну, как-то, может, кто-то сомневается, а кто-то готов прийти попробоваться. И, кстати, когда можно прийти попробоваться, показать ребенка? У нас тренировки проходят каждый день, кроме воскресенья. В принципе, с 5 часов вечера до 9 часов вечера к нам на Побратимов 30-я можно прийти и попробовать свои силы. Вот так вот просто. Спасибо вам огромное. Александра Журова – абсолютный чемпион Кубка Европы среди детей 2019 года. Многократная победительница в самых различных турнирах. Я так понимаю, будущий уже взрослый участник всевозможных турниров, где все гораздо сложнее. И Павел Александрович Ворсин – руководитель Центра спортивной подготовки «Торнадо». Тренер, наставник и человек, который продвигает тейквондо МФТ в городском округе Люберца. Мы желаем вам удачи, больше медалей и новых звезд, которые вы открываете. Потому что Люберца, как известно, территория спорта. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин